Сегодня 22 августа, находимся на армейских очистных сооружениях по адресу Перелок Лечной 1. Но вид видим, что очистные сооружения практически не функционируют, они выведены из строя. Судя по информации общественников, здесь только производится механическая обработка, но бактериологической обработки очистных конвенционных отходов здесь не осуществляется. То есть это видно даже по внешнему виду, то есть по ржавым трубам, по заросшим бетоном, плитам. То есть это гидросооружение, непонятно сколько лет, уже не ремонтируется, не обслуживается. И все эти частоты у нас очищаются практически, немножко не очищаются, только от механики. Вот получается подъехала автомашина КАМАЗ В-077МС, 196 регион. За ночь. Здесь тоже осуществляется слив отходов в реку. То есть партишки, пройдя ни один этап очистки, эти все частоты сливаются в реку и сеть, которая идет по правой стороне. Значит, только что беседовал с водителем данного транспортного средства, он пояснил, что все эти нечистоты, все эти отходы через вот это здание идут на КНС. Это насосная станция, и оттуда это все транспортируется на очистные сооружения, которые мы снимали буквально минуты две назад. То есть там, получается, у нас очистка не производится, сливается все в реку. Весь этот процесс длится уже годами. Чиновники и служащие администрации города Ремиля никаких мер не предпринимают. Вот этот беспредел, вот это монополяческое отношение к природе продолжается по сей день. Вот находимся внутри этого кирпичного сооружения, получается, вот таким вот образом получается у нас все идет по этим каналчикам маленьким и все уходит на КНС. Предполагается, что здесь запущена система рециркуляции, то есть вода, она циркулирует вместе с этими нечистотами. И получается, вот слева стороны у нас река и сеть. Река и сеть у нас страдает. И практически весь город возит отходы, сливают, то есть сливают на разоземельных участках. То есть мы с местным общественником уже нашли более трех земельных участках в разных ялокациях, в разных участках, где идет систематический слив. Вот получается транспортное средство КАМАЗ, которое только что произвело слив. Комиссионных отходов едет уже обратно. Все дело сделано, деньги заплачены. Скорее всего, вот как мы предполагаем, вот в этой будке идет расчет за каждый сброс, за каждый слив. В этой будке сеть охранник. Сейчас пойдем посмотрим, попытаемся провести с ней беседу. Добрый день. Скажи, пожалуйста, это общественная организация «Народный контроль». К нам поступило обращение от граждан, что здесь сливаются нечистоты, не пройдя ступень очистки через очистки сооружения. Вы не знаете, что они по этому поводу? Нет. Нет, они отмечают, вот на одну систему сливаются. Они оплачивают, да, то есть с каждым машином? Особо стоит. Нет, они не то, что каждый, они там перечисляют. Это я вот, я в этом никак не посещаю. Нет, они вам наличка оплачивает здесь или как? Нет, нет. А как, они отмечаются, да? А можно посмотреть? Да, пошел. Я только здесь, вот они сюда приезжают, вот здесь вот они записываются у меня, кто-то заезжает. Кабатура, вот это все они. А, то есть вот машина, да, кидал, да? Да, это вот, кто бывает, вот. И это, и... Так, это получается по датам, да, все расписано? Да. Я смотрю, это мне моя работа наблюдать, чтобы проходить те машины, которые оплатили. Вот они наперед оплачивают. Так, а это, получается, с какого года ведется журнал-то уже? Ну, я отдаю же, мы ее отдаем. Так, с... Вот тут дата не указана. Вот. Примерно июль. Июль этого года. Ой, это не этого года, это того года. Нет, это старость, то есть 20-го года, да? А, вот 20-й год, вижу. 20-го года. Спасибо за информацию. Ладно, хорошо, будем разбираться, сейчас смотреть. Перед нами администрация города Арамель. И прямо через дорогу напротив администрации установлен баннер с надписью «Вместе коррупции скажем нет». Закону и праву – зеленый свет. Сестерская международная прокуратура, администрация Арамельского округа. Эта вывеска стоит на здании военно-учебного подразделения Арамельского городского округа 1 мая 2015. То есть вот мы видим прекрасно, что у нас декларируют наши чиновники. И сразу сравниваем, как их мысли, как их высказывания, лозунги сравниваются с теми реальными делами, которые осуществляются в результате этих деятельностей. Живой пример сегодняшний сюжет по сбросу незаконного сброса сливов очистных, очистные сооружения, которые не проходят этап очистки. Это слив нечистов, экскрементов в реку и сеть. И если сравнивать эту надпись с тем, что происходит на самом деле, то можно сделать вывод, что это только пустые слова, не имеющие никаких результатов. Продолжение следует...